Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. Именно эту цитату я вспомнила сегодня на презентации клуба Инкрузис. В центре Парле презентовали круизный клуб Инкрузис. Юлия Мазница и Виктория Коса всем желающим открыли двери в мир путешествий. Ведь современная жизнь невозможна без путешествий. Мы имеем базу более 5000 направлений круизов и до конца 2020 будет 10 тысяч направлений. Это система онлайн бронирования круизов и это огромные скидки, учитывая до 50% для партнеров клуба Инкрузис. Мы приглашаем всех желающих, которые хотят путешествовать, которые при этом хотят еще и зарабатывать, потому что это немаловажно. Приглашаю присоединиться к нашему движению. Сегодня каждый из вас, который мечтает наконец-то увидеть этот белоснежный лайнер, попробовать данный вид отдыха, приглашаем к нам. И я знаю точно, что каждый человек это сможет. Сегодня путешествуют 15 тысяч партнеров в моей команде и огромное количество зарабатывают деньги, и огромное количество людей изменили свою жизнь к лучшему. На семинаре мы узнали, как превратить свое хобби в прибыльный бизнес, почему сегодня самое время готовиться к будущим путешествиям. Здесь такие условия очень простые. Вкладывай каждый месяц по 100 долларов, и 200 долларов будет у тебя на счету. Мы здесь не столько, как сказать, вкладываем, как мы покупаем. То есть мы вот эти 100 долларов, это 200 круизных долларов. И мы, да, и мы как бы покупаем по кусочку своего круиза просто как бы наперед. За год это 2400 круизных долларов, на которые мы можем взять себе отпуск своей мечты. Поэтому это очень удобно, комфортно, и не нужно думать в последний момент, откуда деньги взять и выкладывать с семейного бюджета. Это вытаскивает такую огромную сумму, если вы можете это накопить, незаметно для семьи. Уже три раза был в круизе в Арабских Эмиратах, был в Европе, был в Греции. И сейчас планирую еще Японию, Австралию, Америку. То есть можно за пять лет посмотреть весь мир. Я побывала уже в своем первом круизе. Это круиз по Средиземноморью, это три страны, семь городов. Я купалась в Пальме-де-Майорке, в Валенсии, покупала самое красивое платье в Европе. Это действительно незабываемый отдых, очень шикарный. И для девушки это вообще, чувствуешь себя королевой, принцессой. Это all-inclusive питание, это 24 на 7 развлечений, казино, бары, рестораны, горки, аквапарки, спа-центры, шоппинг-центры. Как 20-этажное здание, огромная белая красивая махина, а вокруг тебя водяная гладь. Для меня это было место силы. Я вот ощутила то, что я здесь набралась эмоций, набралась жизненной силы на 100 лет вперед. У меня жизнь кардинально изменилась на 360 градусов, я полностью поменяла свое окружение. Самое первое круизное путешествие, это как первая любовь. Это был первый лайнер, первые впечатления, первые эмоции. Конечно, были потом и другие лайнеры, были компании, с которыми я ездила, и друзья, и партнеры. Но вот первое путешествие, это был круиз по Европе, две недели, Норвежия-Непик, круизный лайнер. То есть мы были двое из Украины, из 6 тысяч пассажиров на этом лайнере. Когда вы спросите, какие контакты вы нашли после Египта, Турции, а на корабле вы можете найти инвесторов. Я в первый вечер познакомилась с дневнятым чешским художником. Я ему показала свою первую картину, Наташа. Сделай 24 работы, я организую тебе выставку в Карловых Варах. То есть возможности, я поняла, что не надо сидеть на одном месте, нужно идти навстречу судьбе. И тогда возможности тоже тебе открывают. Многие считают, что отправиться в круизное путешествие на лайнерах – это очень дорого. И доступна такая роскошь только богатым людям. Роскошь лайнеров, их величие и возможности по-другому как элитным отдыхом не назовешь. На презентации мы узнали – круизный отдых доступно, выгодно и даже прибыльно. Для меня, как для бизнесмена, было очень удобно откладывать 100 долларов в месяц. Мне они платили 200. Я сегодня открываю, у меня на счету 6000 долларов, а по факту я заплатила 2600. Половину меньше. Конечно, мне приятно. Поэтому это очень удобная программа для того, чтобы спланировать отдых, отложить денег и поехать туда, куда ты хочешь, ни в чем себе не отказывая. Редактор субтитров А.Семкин